О нисхождении Христа в материю Христос присутствовал в земной сфере до того, как она приобрела форму, то есть когда она была еще нематериальна. Когда же появилась материя, он стал духом-наставником, через посредство которого Отец придавал порядочный вид материальной Вселенной. Но хотя Христос никуда не уходил, сам он принял не материальную форму, но духовную, тогда как Вселенная стремилась ко внешнему проявлению. То есть к материализации. Таким образом Христос стоял за всеми феноменами и дившийся веками процесс преобразования материального хаоса в космос проходил через него. Подобное было бы невозможно, если бы не некая динамическая сущность, не подвластная хаосу и воздействующая на него извне, сверху вниз. Ибо порядок не может сам по себе возникнуть из беспорядка. Для этого необходимо добавить некий действующий ингредиент. Именно взаимодействие сферы Христа с хаосом позволило хаосу перестроиться в космос. Хаос был материей в потенциальном состоянии, а космос – материя реализованная. Но реализованная материя представляет собой результат действия динамической энергии, которая, столкнувшись с инертностью, породила движение. Воля, переходя из потенциального состояния в активное, становится движением, свойства которого зависят от качества этой воли, породившей его. Именно так Творец Всего, действуя через Христа, в результате непрестанных многовековых усилий создан космос. Христос присутствовал в материальной вселенной с самого начала. И коль скоро это так, то и в земной сфере он был уже тогда, когда она постепенно приобретала материальность и форму, пока сама не стала в конце концов проводником воли и продолжателем многовековых трудов, создавших ее самое. Это выразилось в том, что Земля приобщилась к процессу творения и нашла для себя собственные формы проявления. На Земле сперва возникли минеральная, а затем растительная и животная формы жизни. Какой из всего этого следует вывод? Это значит, что Земля и весь материальный космос – ничто иное, как тело Христа. Того самого Христа, который снизошел на Землю? Христос един со своим Отцом, и коль скоро это так, он является личностью Отца. Иисус из Назарета был проявлением мысли Отца, воплощенной в виде Христа ради спасения Земли. На других планетах вашей системы живут существа непохожих на людей. На планетах других систем тоже живут существа непохожие на людей. Но и в других созвездиях есть те, кто осознанно связан с Богом и Его Христом. И может общаться со своим Творцом, как это делают люди. Форма этих существ отлична от человеческой. И способ передачи мысли, у вас он называется речью, у них тоже иной. Но Творец и Его Христос означают для них то же самое, что и для вас. Им также необходимо, чтобы их Христос являлся им время от времени. Только приходит он к ним уже в другой форме, которую они сами для себя создали. Ведь если бы он явился к ним как Иисус из Назарета в человеческом облике, этот визит оказался бы для них скорее удающим, нежели полезным. К ним он не сходит в той форме, которая для них привычна, используя их методы общения и особенности мышления. Этот факт очевиден для всех, за исключением тех, кто искренне полагая, что уже избавился от геоцентрического мировосприятия в материалистической его трактовке, на деле просто обернул его как мумию несколькими слоями духовности. Такие люди вряд ли способны заглянуть за пределы своего маленького мира и понять, что помимо нашей маленькой земли есть и другие миры, не менее важные для Творца. Таким образом, мы можем сказать вам, что Христос, пришедший в Галилею, был только земным выражением Вселенского Христа и в то же время настоящим Христом. Христос таким образом снизошел, или если хотите, консолидировался вместе с материей, свокровавшейся под воздействием духовной динамики. Он воплотился в минеральной жизни, так как вся материя произошла от него. Он материзовался в каждой розе и лилии, поскольку вся растительная жизнь тоже была его жизнью, и вся ее красота им же была извлечена из материи, эволюционировавшей в направлении разума. Но даже в наивысших своих формах растительная жизнь едва прикоснулась к самым отдаленным рубежам разумной деятельности. Тогда он проявился на Земле, в виде животной жизни, ибо животные, как и человек, тоже его творение. Но высочайшим проявлением его воли стало человечество. И когда пришло время, он сам перешел из невидимого мира в видимый. Тот, кто сотворил человека, сам стал человеком. Тот, чьими усилиями появился и умножился человеческий ворот, еще раз направил энергию своей мысли в материальный мир. И мысль его отразилась в нем в виде Иисуса из Назарета. Так тот, кто был помазанником и помощником Творца в сотворении человека, сам стал сыном человеческим, порождением своего прождения. На сей раз мы отправимся не вниз в недра материального космоса, а вверх в возвышенные царства Духа, увенчанные духовным совершенством, в те сферы, которые вы называете Домом Отца. Это предел познаний о Вселенной, доступных воображению человека. Далее в то, что вы называете гипотезами о структуре бытия, ваш взгляд проникнуть не в состоянии. Дух, каким бы он ни был возвышенным по своей природе, не является всей совокупностью бытия. Как над царством материи растирается Дух, так и высоко над Духом, на недосягаемых вершинах ярчайшего света и святости, в царстве абсолютной чистоты, к которой мы стремимся в своих мыслях, есть бытие, где присутствует не только Дух, но и невообразимо светлая квинтэссенция Духа, создающая Вселенную неизмеримо более совершенную, чем наша. Как свет планеты представляет собой всего лишь отблеск излучения центрального Солнца, отраженный ею и слегка окрашенный в соответствии со своими собственными характеристиками, так и материя не светится сама, но освещается Духом, также придавая его сиянию новые оттенки, тем самым обогащая и внося разнообразие в световой спектр Духовной Вселенной. И как Солнце входит в систему гораздо более крупную, нежели оно само, в данном случае это созвездие, состоящее из множества таких же Солнц, так и Дух является лишь частью бытия, величие и масштабы которого превосходят наше понимание. Последуем же за Христом по Его небесному пути, ибо мы знаем, что Он, будучи Сам, вознесенным вершином Духа, призывает всех людей следовать за Ним по небесной дороге, согласив множество сияющих в славе сфер и миров в Дух, из которого никогда вышел Он Сам, и где Он хотел бы видеть всех нас рядом с Собою. По мере того, как столетия сменяют друг друга, слава Христова становится все ярче, ибо каждый новобранец, вступающий в Его воинство, приносит Собою еще одну искру в Его сияющее царство, свет которого могут наблюдать обитатели недосягаемых высот, самого загадочного и возвышенного царства. В океане Духа все сферы Христовы собраны в одну большую звезду, которой могут любоваться со стороны только те, кто живет еще выше. Век от века эта система становится все ярче, так как расы, ее составляющие, все дальше эволюционируют от материального к духовному. Здесь мы говорим обо всем царстве Духа как о единой звезде. И те, кто может наблюдать эту звезду со стороны, по необходимости должны находиться на тех высочайших ступенях бытия, которые намного превосходят наше царство Духа в великой пустоте неведомого и непостижимого. Вся совокупность созвездий упорядоченно движется к своей, пусть отдаленной, но несомненной цели. И все сферы Духа медленно, но неуклонно восходят к своей вершине, что позволяет нам с уверенностью предсказать их будущую судьбу. Настанет день, когда Дух приведет всю свою Вселенную к полному совершенству и начнет активную жизнь в новом и еще более сложном мире. Ради этого Христос, отделившись от груди Своего Отца, снизошел на землю и кончиком пальца слегка прикоснулся к человечеству. Это прикосновение приобщило человека к жизни божественной, по сию пору, пульсирующей в его души и побуждающей его стремиться выше, дабы не отстать от обитателей других планет, но вместе с ними двигаться вперед в свете самовластного князя, подобно единой армии отца под производительством его сына. Господь наш сказал о детях, их есть Царство Небесное. Можно заключить, что по мере взросления мы все больше отдаляемся от Царства, поскольку утрачиваем свою детскость, да и опыт наш свидетельствует о том же, а это значит, что мы прогрессируем в обратную сторону, не развиваемся, но напротив деградируем. И опять же, если наша земная эволюция это только первая часть пути и наше развитие продолжится в сферах, то значит ли это, что нам предстоит снова впасть в детство? Это было бы нелогично, как разрешить эту дилемму? Ребенок родится на свет наделенный определенными качествами и способностями, но во младенчестве они еще не развиты и инертны. Все они присутствуют в нем, но пока спят. По мере того, как разум расширяет свои возможности, эти качества одно за другим пробуждаются и превращаются в исполнители его воли. Благодаря этому человек непрестанно расширяет диапазон собственных действий и в то же время вступает в контакт с новыми, ранее незнакомыми ему силами, которые оказываются в сфере его деятельности. Ибо эта сфера, как мы уже говорили, постепенно расширяется и неизбежно сталкивается со сферами действия новых, неведомых его прежде сил. Здесь я имею в виду прежде всего творческие силы, консолидирующие, одухотворяющие и ведущие к познанию Бога. И от того, как человек использует эти дополнительные средства, умножающие его силу, зависит его развитие как духовного существа. Ребенок достоин войти в Царство Небесное постольку, поскольку его воля пока ни в чем не противопоставлена воле Отца. Пусть каждый человек, развивая свои способности, помнит, что ему не следует терять детскую простоту своего сердца и что свои растущие силы он должен применять в согласии с великой целью Бога, заключающейся в развитии человеческой расы и других рас, составляющих единую большую семью Творца. Ибо он, умножая число своих лет и способностей, растеряет по дороге характерную для ребенка готовность к доверчивому послушанию. Гармония между его разумом и разумом Творца нарушится и возникшее вследствие этого трение замедлит бег его колесницы и он начнет отставать все более отдаляясь от других обитателей Небесного Царства и в конце концов окажется на его окраинах а то и у самой границы. Но те кто не теряет своей детской доверчивости и дополняет ее новыми добродетелями приобретенными на жизненном пути не прогрессируют в обратную сторону но все больше и больше становятся детьми Царства Небесного. Так было например с Иисусом из Назарета будучи сыном своего отца к отцу он и стремился и сердце его всегда билось в унисон с сердцем отца что вам давно и хорошо известно из книги о его жизни когда он был еще мальчиком его разум был погружен в размышления о деяниях отца уже будучи взрослым он стал на защиту дома своего отца от пирских страстей эгоцентричных людей и в Гефсимании он думал только о том чтобы сохранить единство целей со своим отцом и его уволением даже на кресте он стремился разглядеть рик своего отца скрытый от него на мгновение тяжелыми испарениями нижнего мира никогда в сердце своем он не переставал стремиться к Богу и когда плоть его умерла уже ничто не мешало ему отправиться в обратные руки к своему отцу в праздник Пасхи он сам возвестил Магдалине о том куда поведет его путеводная звезда в предстоящем ему небесном странстве и когда Патмасский пророк встретил его в небесном храме он возвестил ему что доказал единство воли своей с волей отца и зато было ему дано право действовать как на земле так и на небе и вся власть была отдана ему но каждый кто посмотрит на его краткую земную жизнь или как мы рассказывающий вам о нем ныне встретиться с ним здесь в высоких сферах не увидит ревнем ребенка незапятнанного но наделенного силой и красотой совершенного человека увенчанного славой божества да друг только тот кто достиг великих высот в царстве отца способен постичь царство ребенка его сына таинства причастия брака и смерти о таинствах принятых в христианстве хорошо известных и очень важных для каждого кто исповедует Христа своим учителем причащение его телом и кровью одно из таких таинств сопровождающие христианина всю его жизнь у него много аспектов касающихся как помощи которую оно оказывает верующим так и учения которое оно в себя заключает учитель Иисус готовился к переходу из воплощенного состояния в развоплощенное зная это он собрал вокруг себя двенадцать и установил между ними ритуал воспоминания и сопричастности благодаря которому и они и те кто придет им на смену могли бы время от времени приближаться к нему дабы приобщиться к той жизни источником которой он является пульсация идущая от него к вам жизненного потока настолько интенсивна и чувствительна что даже самое незначительное возмущение в системе этих вибраций охватывающих без какого-либо изменения своих свойств огромные пространства составляющие его царство настолько живо и явственно отражается в сердце и источнике всей системы что не может не вызвать незамедлительный отклик с его стороны чем выше скорость потока каких-либо организованных частиц тем заметнее нарушает их организацию и отклоняет от первоначального направления любое даже небольшое внешнее воздействие мы хотели рассказать вам о потоке жизненной силы исходящей от отца накапливающейся в христе видоизменяющейся в соответствии с его природой и изучаемой затем волнами во всех направлениях до самых дальних пределов его царства и влиять на это излучение можно осознанным жертвоприношением хлеба и вина сопровождаемых словами молитвы в соответствии с установленным им ритуалом приобщением слова молитвы направляют на участвующие в ритуале предметы жизненный поток что наполняет их его жизнью и превращает как он сам говорил в его тело и кровь и та молитва которой вы ныне пользуетесь это не просто просьба но согласие участников ритуала принять в себя его жизнь ибо без такого согласия люди не могут получить благословение согласие может быть молчаливым ведь источником ответных пульсаций является дух который устремляется вверх навстречу льющимся на землю потоку его жизни встречает этот поток Христа подобно тем кто пришел из Иерусалима чтобы встретить его когда он подъезжал к горлу через гору Елеонскую смешиваясь с ним и подчиняясь его неодолимой силе поворачивает назад после чего уже оба потока слитые воедино не сходят на собравшихся от которых исходил первоначальный молитвенный импульс таким образом благословение имеет тройственный эффект во-первых устанавливается связь духа с духом духа молящихся с их господом и учителем во-вторых обретает дополнительную силу и здоровье оболочка духа душа и в-третьих естественным результатом этих действий направленных как от внешнего к внутреннему так и от внутреннего к внешнему является вливание внутренней жизненной силы самую дальнюю оболочку материальное тело этот процесс мы могли бы назвать оживлением или стимулированием тела Христа благодаря влиянию его жизни из источника или центра через промежуточные сферы на дальние окраины у этого таинства есть еще один аспект о котором мы сейчас расскажем но очень кратко внутренний сокровенный смысл таинства невозможно передать ни одним земным языком но только тем на котором говорят в сферах далеких от вас более возвышенных и более приближенных к Христу как он и говорил две самых обычных на земле вещи хлеб и вино действительно превращаются в его тело и его кровь и становятся таким образом частью того кому принадлежат эти слова некоторые люди спрашивали как же это могло быть в тот раз когда они были произнесены впервые им самим ведь тогда он еще жил на земле в теле из плоти они не знали что каждый человек тоже оказывает влияние на окружающие его вещи и делают это всю свою жизнь непрерывно без конца одежда которую он носил но затем снял продолжает сохранять отпечаток его личности любая вещь к которой он прикоснулся каждый дом в котором он жил все они сохраняют неизгладимый след присущих ему качествам так же как он делился своей оживляющей силой с больными и увечными в иудее и галилее и как он передавал свою жизнь апостолам вдохновляя их силой своего духа так и на хлеб и вино он направил поток своей жизненной энергии и они в действительности превратились в его тело и его кровь и так продолжается до сих пор ибо он не стал бы предлагать столь великое на столь малый срок пока не будет съедена освященная им пища а тело его предано распятью нет источником живой воды воздействующим на хлеб и вино на апостола и на множество других людей является не его материальное тело которым он пользовался совсем недолго после чего оставил снял его с себя как снимают по возвращении домой не нужны более плащ это также и не духовное тело служившее чем-то вроде водопровода по которому вода поступала из своего источника настоящим источником был и остается сам дух Христос и не важно заключен ли он в плотную оболочку или же нет для силы и власти духа наличие либо отсутствие оболочек не имеет практически никакого значения поскольку отражается только на форме их проявления но проявленная вещь остается внутренне неизменной какой бы вид она не принимала таким образом мы можем с полным правом заявить что хлеб и вино на их последней совместной трапезе по его воле и желанию превратились во вместилище его жизненной силы а стало быть в его тело и его кровь и хотя то что он уже давно покинул свое материальное тело не позволяет ему с такой же легкостью повторять это снова справедливо также и обратное отсутствие такого дополнительного посредника как физическая оболочка Христа открывает возможности для установления непосредственной связи с ним духом во всяком случае отсутствие физического тела уж точно никак не препятствует исходящему от него живительному потоку наполнять собою хлеб и вино приготовленные для обряда и когда распорядитель обряда священник заручившись согласием собравшихся возлагает перед ними тело и кровь и молит о жертве того кто живет теперь необычайно возвышенной жизнью он кладет при этом руку на грудь господа своего и стараясь разглядеть те царства в которых пребывают ангелы в том числе и правящие ангелы и может быть лик самого отца просит его сына о любви к несчастному человечеству и о помощи ему дабы люди смогли стать такими же прекрасными как и он сам и если этот священник прост разумом и сердцем чист как ребенок он почувствует в груди под своей рукой тихое но уверенное биение единого неутомимого сердца всего нынешнего христианства и поймет то что он считал для себя непосильным ибо слаб человек теперь станет для него возможным благодаря той энергии жизни которая приходит на помощь изнутри и его молитва обращенная к отцу обязательно достигнет сияющих сфер где господствует чистота святость и покой потому что он непримерно исполнит свое обещание и присовокупит полный сострадания вздох своего сердца к мольбам человеческим и будут они услышаны во имя его введение пола в будущую эволюцию бытия как одного из новых элементов на том непродолжительном этапе когда бытие входит в материю и приобретает форму индивидуальность возникла еще до того как появилась форма но форма наделила индивидуальность неповторимыми ей одной присущими характеристиками и в результате дальнейшей эволюции конкретных форм появилась личность нуждающаяся в восстановлении гармонии так новый элемент пол произвел личностное разделение но он же и воссоздает единство образуемое двумя людьми вместе мужчина и женщина составляют единый пол как плоть и кровь составляют одно тело насколько мы можем судить это разделение некогда предопределенное вышестоящими было продиктовано стремлением помочь человечеству лучше познать самое себя сотворение двух элементов мужского и женского было предпринято чтобы человеческой расе легче было осознать то единство из которого она никогда вышла и в которое вернется когда окончательно завершит поворот в сторону восхождения от материи к духу два великих принципа заключенных в божественном единении были превращены в два различных типа существ дабы их смогли постичь и изучить те кто не способен изучать их в единстве когда мужчина думает о женщине он тем самым изучает часть самого себя и в точности то же самое можно сказать о женщине которая думает о мужчине в других эволюционных вечностях предшествовавших нынешней вечности материи и формы они были едины и снова станут едиными в тех вечностях которые последуют за нашей для того чтобы это сущностное единство свойственное стоящим за нашими спинами мирам смогло быть заново воссоздано в будущих мирах необходимо чтобы оба элемента сочетались в одном субъекте составляющим структурную частицу всей расы потому-то и возник брак ставший поворотной точкой судьбе расы с того самого момента когда в сердце изначального родился первый импульс движения вылившегося в результате в череду эонов эволюции основным принципом всего процесса развития был переход от однородности ко все более усложняющемуся многообразию приведший к возникновению принципов индивидуальности личности и формы и последним крайним проявлением дифференциации стало формирование двух аспектов функции воспроизведения именуемое вами разделением по половому признаку это и есть высшая точка в развитии многообразия как в принципе так и в действии отсюда берет свое начало обратный импульс замедляющий продвижение эволюции в сторону дифференциации два разнополых существа снова слившиеся поедино являются первым шагом к единству бытия который есть Бог духовное и физическое соединение двух элементов рождает третий объединяющий в себе оба элемента в одном лице Господь Иисус был совершенным сыном человечества и природа его в духовном плане представляет собою смешения мужских и женских достоинств пребывающих в гармоничном равенстве этот закон справедлив не только для души но и для тела ибо на груди своей каждый мужчина носит парные знаки былой женственности а любой физиолог скажет вам что подобные соответствия указующие на некогда единую природу человечества можно найти и в других частях тела благодаря этому слиянию двух существ в одно столетие спустя в иных возвышенных мирах ставший более совершенным человек достигнет абсолютно гармоничного бытия человек поймет что подарив себя и свою любовь другому позабыв о себе он научится наконец по-настоящему любить себя самого что отказавшись от удовлетворения собственной личности он даст себе больше чем когда бы то ни было раньше и чем сильнее он будет презирать собственную жизнь тем больше жизни ему будет дано в светлых и вечных сферах и рождение и смерть настоящие таинства если брак называется так по праву то ведь рождение это естественное следствие брака а смерть естественное следствие рождения в момент рождения дитя выходит из темноты на солнечный свет а в момент смерти дитя родится для еще более яркого света божьих небес не больше и не меньше при рождении ребенок освобождается в царстве божьем при крещении допускается царство Божьего Сына. Смерть же освобождает его от привязанности к тем сферам, в которых он обучился служению, пока жил в земной области этого царства. В рождении он становится человеком, в крещении осознает себя человеком, отдавая себя на служение под знаменем своего царя. А в смерти переходит к еще более масштабному служению. То есть, кто служил хорошо, становятся надежными, проверенными солдатами. Те, кто служил еще лучше, офицерами, а те, кто превзошел всех в служении, правящими ангелами. Смерть, следовательно, ничего не прекращает, но, напротив, развивает ранее начатое. И коль скоро она отделяет земную стадию жизни от жизни в сферах, смерть священна, ибо она освещает зону перехода, в которой предыдущий этап смешивается с последующим. Поэтому смерть для нас – таинство. Когда для человека приближается решающий час перехода из одной сферы в другую, в нем происходит консолидация определенного рода элементов, созданных и собранных за время жизни на Земле. Это накопленные частицы приобретенного им опыта, его надежды, мотивы, стремления, любовь и прочие переживания, действительно важные для человека. Эти частицы распылены во всем его теле и к тому же окружают его со всех сторон. По мере приближения решающего часа все эти частицы собираются вместе, формируя человеческую душу. Потом эта душа будет осторожно отделена от своей материальной оболочки и обретет свободу, как тело человека, предназначенное для следующей стадии эволюции в Божьих небесах. Но смерть иногда приходит неожиданно и преждевременно, когда душа еще не настолько сформировалась, чтобы быть полностью здоровой и достаточно сильной для того, чтобы двигаться дальше. Тогда ей необходима отсрочка для того, чтобы извлечь все необходимые для нее элементы из материального тела и создать из них полноценное духовное тело. Только после этого душа сможет продолжить свое восхождение. Пока же этого не произошло, человек не может окончательно родиться в духе. Это похоже на преждевременные роды на Земле, когда ребенок появляется на свет слабым, но постепенно выздоравливает по мере накопления тех сил, которые он недополучил, пока был в материнской утробе. Итак, мы говорим, что смерть это таинство, и святость ее не вызывает у нас сомнений. А для того, чтобы смерть и у других людей вызывала должное уважение, тот, кто является властелином жизни, сам решился пройти этот путь от земной жизни к жизни вечной. И этой смертью своей показал, что невзирая на различия оценок, которые люди дают такому явлению, как смерть, она является неизбежным событием в жизни человечества, закономерным этапом его восхождения к истокам реки жизни, изливающейся из сердца Бога.